Витаю. Итак, мой вариант твердотельной, так званой сухой батарейки. Вот я их распылял здесь такого кусочка, який я выготовил 10 лет назад. Вот так он выглядит. Там электрод видно алюминиевый. Винлявшу воды, если поклассать тюлюшку, то не тоннель. Итак, что я сделаю? Я забрал схему, последовательно взял отверх, встал в медный электрод и последовательно взъеднал. Другой электрод алюминий. Электролитом есть вот вся ключевая ма. Я его там распыливаю. Значит, я подведен в зарядный пристрей 12 вольт. Итак, я зараз замеряю напругу, яка без одного контакта зарядной. Ну вот, показываю два и падает напруга. Ну, было 1,5. Это связано с тем, что я уже торкался, поэтому напруга выше. Вообще она была меньше. Итак, спробую теперь подсоединить и подать напругу 12 вольт на эту сборку. Вот я подаю 12 вольт. Как видите, 12 вольт и она заряжает все эти элементы. три элемента. Прибираем, снимаем непоганную зарядку сухого пристроя. Ну и напруга падает. Последовно падает. Ну да, можно померить миллиамперы. 7, 3, здесь на 1,7 зубыняется. 1,5. То есть еще непоганную зарядку сухого пристроена. Ну, можно подивиться, как будет восстановиться. То есть, один контакт отсутствует. Теперь включаю на 20 вольт. 1,1,2. Что-то скачет. Напруга через контакт. Не важно. Включаю на 20 вольт. И подам напругу. Деколька секунд достаточно, чтобы они зарядились. То есть заряжаются импульсно, очень быстро. Так, из чего он состоит? Так, сделаем вот этот пристрой. Кусочек. Алюминиевый электрод, который я снял. И отверт снял. И вставил туда медную проволоку. Для контакта со стержня. Если я его намочить и померять напругу. Сейчас попробую. Одного элемента. Ну, так как я его... Бачите, когда я намочил, напруга упала. А, там упала. На 2 вольта сейчас шкафа. Что-то у нас с прибором. Скачет. Вот такие сухие элементы. Может быть и мокрые. Гравличная пара. Вроде бы и присутствия. Но я не вижу никакого коррозии алюминия. Так я его распиливаю. Он пиляется. Будь какую форму можно из него сделать. Это все цемент.